Всем европейского футбола, дорогие друзья, с вами FIFA прогноз. Продолжаем играть в чемпионат Европы по футболу 2020-2021 году. Как обычно, в студии Роман Плинсков и Игорь Белоногов. Игорь, даровки, неделю не виделись, уже успели соскучиться и по тебе, и по футболу. Кем сегодня играем, что за матч, что за люди там будут гонять вот этот вот круглый предмет. Ну, сегодня у нас группа смерти, чемпионат Европы, Португалия против команд Германии. Немцы уже первую игру свою слили. Против французов 1-0 сыграли, португальцы 3-0 обыграли венгру. Ну, венгры это самые бедняжки, по-моему, это у чемпионата Европы. Посмотрим. Ну, у них нет этого их талисмана вратаря. А, в Триконах, который был, да-да-да. Ну, ему уже, по-моему, лет 85, так что без него приходится обходиться. Ну, Мюллер еще на поле. Тоже его. Да. Вот, давай по коэффициентам смотреть, потому что матч очень интересный. Матч будет против чемпиона мира 2014 года, против действующих чемпионов Европы. И по коэффициентам максимально равно практически. На Португалию на победу от 3-х до 26-ти до 3-х 35-ти, на Германию 2-36, 2-30, 2-29 даже есть ничья. Тоже вот рядом с коэффициентом на победу Португалии от 3-х 36-ти до 3-х 45-ти. Почему так, если Португалия выиграла свой матч и пофигу, что против венгров играли из пенальти, там Криштиан Роналду отличился, а немцы слили французам? Ну, вот. Ну, может, поэтому? Им, немцам больше надо, а все-таки матч с венграми, это не показательный момент. Ну, стоит вспомнить еще 2016-й год чемпионата Европы, там уже Португалия, по-моему, как раз-таки с третьего места вообще вышла. Ну да, они там отскакивали, собственно, весь турнир и так вот отскакивали до чемпионства. Ну, посмотрим, как в этот раз будет, но очевидно, что немцы, они все-таки больше фаворит, коэффициенты это подтверждают. Ну, вдобавок, они играют дома, по-моему. Да, 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 в Германии. Дома, но номинально в гостях. Ладно, Германия-Португалия, Португалия-Германия, кому-то удобно. На второй тур чемпионат Европы в футбол, группа F, поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну, понеслась. Германия в белом, Португалия в красном. Но косить мы сегодня будем по-страшному, потому что на острее у Германии вот этот молодой человек, Тима Вернер, которого роняют сразу же. Ну, это, наверное, желтая карта. Косят его пока что, ну да, скорее, ну да. Сразу же, сразу же. Ну, там было на желтой, конечно. Так, ну что, штрафной в Тони Кросс, он же штатный исполнитель там, да? Да. Ну, вот с французами у него, конечно, не перло, а абсолютно. Сейчас попрет. Сейчас попрет, и... Эх, далековато было, конечно. Вернер! Ой! Сейчас отскок был, конечно. Ну, и опять не попадает. Воу. Сейчас бы за 10 минут два одинаковых пола. И в лучшемстве оставаться. Хайвертс! Ну, Кай может делать такое. Ну да. 1-0. Хайвертс открывает счет на 10-й минуте. Кстати, в матче-то с Бельгией первый гол забил Лукаку, причем практически точно так же, как и у нас было. Ну, там оставался просто один. Там как раз был Семенов. Ну, здесь кто-то вот. Пепе, возможно. Так, и Мех. И Мех. И... И разящее. Ой-ой-ой-ой. Ух. Ух. Ну, Аэр! Ну, тут. Хорошая атака. Обменялись. Бернарду Силва. Ту-ту-ту-ту-ту. Все дела. 1-1. Спустя 5 минут залетает ответ, не говоришь, не. У-ля-ля. У-ля-ля. Что делают-то? Что делают-то, а? Что делают? Эх. Не успел свою ногу вытащить. А дубль. Бернарду Силва. Уверен, там же этих сил дофига. Ну, наверное. Это не бразильцы, конечно, все-таки у них там. Поболее. Ну, в любом случае, быстро Португалия сумела отыграться. Вперед выйти даже. Сейчас нужно отобороняться. В случае Ахаверс. Ну, это, конечно, не гол. Шика. Ой-ой-ой. Ой, гнобри. Отсайд. Так, повезло. Ну, хороший розыгрыш получился. Вернер. Каждый раз так буду орать. Ну, давай, родной. А, это неправильный Вернер? А что это такое? Под конец первого тайма. 2-2. Бракованный Вернер. Мне это не нравится. Знаю то, что на этом чемпионате почему-то очень много команд играют в закрытый футбол. Но это не относится к сборной России, потому что они играют в... А как это цензурно подсказать? В медленный футбол. В энергосберегающий. Да, и это не относится к сборным Нидерландов и Украины. Потому что те-то играют, наоборот, в максимально атакующий футбол. Ну, и к Италии тоже это не относится, судя по всему. Ну, 6-0 за две игры. Ну, самый лучший матч пока что это Нидерланды, Украина. Безусловно. Да, но этот лучший матч. Первый тайм у него заканчивается. Счет 2-2. По ударам равное. По ударам створ тоже равное. По владению равное. Максимально равная игра, короче. Только точность ударов у немцев. Ну, и бьешь ты меня чаще. Ну, да. Ну, и один раз то в сайте побылал. Ну, у тебя уже три углубых было. Что ж, ладно, поехали смотреть второй тайм. Вышел в атаку пойти. Прямо максимально атаку. Ну-ка, Вернер, что делает-то, а? Прогрызает. Ого. Продолжает пить, конечно. Ну, там Феликс, конечно, такой маленький. Щупленький. И техник. Ой. Вау, Феликс. Вот это, конечно, зла. Маленький, техничный. Что это? Давай, три-два. Португалия выходит вперед. О-ля-ля. Давай, ну, что ты там будешь делать? Роналду, пошел он отсюда. Опять стукают. Я понял, что я буду делать, какая у меня тактика. Ну. Ну. И вот так. Ой, хороший. О, угловой. Вот, пожалуйста. Круто. Сейчас еще и забьешь сразу. Ну-ка. Ну-ка. Ну. Ну, это было рядом. Это было рядом. С третьего места, что вы хотите выйти? Ну-ка. 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 Все. 4-2. На последних секундочках. 4-2. Видал, как нырнул? Ты хотел повторить гол Шика? Ну, а почему бы нет? Ах, что это было? О, забыть бы это все. Ну, ему хотя бы домой не били поехать, наверное. Ну, да. Что ж, 4-2. Сборная Португалии обыгрывает дома в гостях сборную Германии, которая в гостях дома. Статистика. Ну, чуть-чуть подросла стата в пользу португальцев. Чуть-чуть. Неплохо. Сколько отбирали, прочее. А вот где вот удары? Вот сколько ударов было вот именно у Вернера? Раз. Два. А, не. Два. Три. Четыре. Пять. Половина всех ударов, а голов один. Ну. Ну, в этом есть... А, не, подожди. Мы же... Или мы эти считали? А, не, это удары створ. Может, ударов створ-то больше. Вот один. Ну, ладно. В общем, как-то так. 4-2. Германия... Ой. Германия одерживает поражение, очередное, на чемпионате Европы. Ну что, скажи, насколько этот счет реален? То, что 4-2 именно будет. Не смотрим на то, что у нас в первом тайме было 2-2, а во втором тайме забит только один мяч. В целом. Ну, честно скажу, наверное, маловероятно. 4-2 все-таки крупный счет. Португалия не такая открытая сборная. Вот. Чтобы так допускать. Тем более немцев с неворотом. Я думаю, 2-1. Вот. Вполне такой реальный исход. Но Португалия? Но Португалия, да. Почему бы и нет? А в нячейку? Ну, нячейка было бы для интриги, наверное, самое то. Вот. Но не знаю. Я смотрел матч немцев. Ну, такое на самом деле. Вот. Поэтому португальцы все шансы, я думаю, имеются. Ну, ладно. Будем посмотреть. Наш прогноз 4-2. Сборная Германии проиграет на Арианс-арене. Сборная Португалии, естественно, там. А выиграет. Но не факт, что с таким счетом. Но и с таким счетом. То, естественно, если ставить еще на тотал, то можно заработать еще больше. Но мы все прекрасно знаем то, что с первого места выйдет сборная Венгрии. Игорь Белоногов. Роман Полинсков. Мы для вас ввели эту программу. Еще увидимся. Хорошего европейского футбола вам. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова